Несмотря на сложности бюджета 2016 года, в округе предложено субсидирование частных детских садов довести до уровня поддержки государственных садиков. Такое предложение прозвучало в адрес главы региона Игоря Кошина на заседании специализированного организационного штаба по улучшению инвестиционного климата в Нинницком округе. По мнению экспертов Фонда поддержки предпринимательства, введение равной финансовой поддержки привлечет потенциальных инвесторов, готовых открывать частные детские сады и позволит выйти из тени тем, кто уже занимается этим видом деятельности. 3 миллиона 968 тысяч рублей. Такую сумму предусмотрели в бюджете округа на поддержку проекта «Частный детский сад» в этом году. Субсидию заложены затраты на оплату труда, приобретение учебников, учебных пособий, средств, обучения и игр. Эксперты Фонда поддержки предпринимательства провели сравнительный анализ объемов финансовой поддержки государственных и частных детских садов. И вот что получилось. Исходя из размера суммы субсидий частным детским садам, на содержание одного ребенка из бюджета округа выделяется 13 160 рублей ежемесячно. А в государственных садах эта субсидия составляет 23 780 рублей на содержание одного ребенка с учетом общих хозяйственных расходов, без учета 15 680 рублей. Мы предлагаем выровнять эту субсидию, то есть увеличить субсидию частным детским садам до уровня государственных детских садов, что позволит прежде всего на 44% сократить плату родителей за детские сады, потому что исходя из тех реалий, которые есть сейчас, родители будут платить 26 000 рублей. Если мы выравниваем субсидию, плата родителей будет 14 500 рублей. Равная финансовая господдержка, по мнению экспертов фонда, поможет не только привлечь потенциальных инвесторов, готовых открыть частные дошкольные учреждения, но и выведет из тени тех, кто уже занимается таким видом деятельности. По информации Олега Вокуева, ведущего эксперта фонда, в Ниницком округе существует порядка пяти частных детских садов, которые работают без лицензии. За свои услуги они берут от 22 до 30 000 рублей в месяц. Если мы поставим такую цену для детского сада, частного детского сада, то все сады, которые работают в Тенисте, не выйдут, потому что они не смогут просто конкурировать с этим детским садиком, и они будут вынуждены регистрироваться, получать лицензию и обращаться в департамент образования за этой субсидией, потому что им будет выгоднее так работать. По мнению главы региона Игоря Кошина, для бюджета округа нет разницы, кому отдавать деньги на содержание детей – государственному или частному детскому саду. Однако, чтобы получить тот же размер господдержки, что и бюджетные сады, частникам необходимо будет выполнять ряд условий, подчеркнул губернатор. Одно из них – выполнение госзадания. Частные детские сады получают ту же субсидию, что и государственные, должны реально закрывать очередь на места в дошкольные учреждения. На сегодняшний день, если мы говорим о том, что человек будет снят с очереди, не будет получать эти 6 тысяч за то, что нет места в детском саду, и у нас есть потребность и обязательство эти места держать, мы будем их субсидировать, точно так же, как мы субсидируем сегодня детские сады в этом самом... Ну, наше бюджетное учреждение, так вот я скажу. Точно так же мы их будем субсидировать. Это первое. Второе. Вы должны еще отдельно просчитать всем, чтобы у нас люди стали строить эти детские сады, вы должны просчитать, каким образом мы будем им компенсировать вот эту стройку. Фонду поддержки предпринимательства глава региона также поручил доработать бизнес-проект «Частный детский сад» с учетом потребностей региона. К примеру, просчитать и выдать готовые предложения по строительству объектов на 50-100 мест и более. Отмечу, что сегодня проблем с устройством детей от 3 до 7 лет в регионе нет. Места в дошкольные образовательные учреждения ждут 665 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Частично разгрузить очередь поможет первый в регионе частный детский сад. Его открытие, по информации экспертов Фонда поддержки предпринимателей, запланировано на сентябрь этого года.